приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас понедельник 30 мая и начинается моя новая вышивально-рукодельная и не только неделя у нас с вами осталось всего два дня мая за которые мне нужно успеть очень много всего так значит давайте по очереди я хочу закончить несколько процессов я хочу снять итоги за зиму и за весну будут выходить отдельные видео по процессам один из них мне даже нет ни одно два этих из этих видео я хотела сегодня снимать но у нас сегодня в киеве пасмурно идет дождь поэтому я думаю что съемки у меня переносятся на завтра и таким образом у меня завтра будет съемок ого сколько но в общем будем по мере поступления значит да и я хочу снять видео с итогами зимы и весны и хочу снять планы на лето но для того чтобы их снять их нужно сначала составить я думаю тоже сегодня завтра этим буду заниматься сейчас вы видите мой процесс от марии бравко зимний дом надо кстати будет уточнить так ли он на самом деле называется или это кодовое название я очень люблю своим процессом давать какие-то кодовые названия не настолько у меня переживаются что я порой забываю что вон они настоящие что у автора это называется как-то иначе у меня здесь готово все я сделала тут огромное количество бэкстича просто сказочное количество бэкстича на на самое большое количество бэкстича в работе в моей жизни вчера я доделывала вот эту вот надпись и мне осталось пришить бисер здесь видите в доме есть такие вот пропуски это все должны быть снежинки там они идут крестиками по схеме но я не совсем понимала как огромное количество разбросанных вот так вот крестиков мне вышивать это будет видно протяжки у меня здесь лен тонкий поэтому я решила попришивать бисер у меня есть бисер мелхилл вот такой вот он судя по всему матовый у меня его три коробочки я надеюсь что в этих трех коробочках есть те 600 штук которые мне нужно пришить и сейчас я думаю чем мне это делать делать мне это монониткой или делать мне это бисерной ниткой бисерной конечно легче и не так страшно потом гладить чтобы она там не поплавилась но не знаю я подвисла потому что действительно это для меня не не решенный еще вопрос но я боюсь чтобы опять же этой белой ниткой не было видно протяжки уже если белой ниткой пришиваешь да уже и крестики можно было белой ниткой сделать смысл бисер пришивать поэтому наверное все таки придется монониткой пришивать с дачи 600 бисеринок мне нужно пришить на этом процессе или бисеринок кстати я недавно мне сказали что если он бисер то если он бисер то она наверное бисеринка но я не уверена загуглить также у меня двигается активно вот такой вот процесс это буклет от дименшинс гарденера сделает я здесь вышла уже много чего и сейчас я нахожусь на этапе вот этого вот домика и выглядит он у меня пока что вот так по моему там что-то в районе 800 крестиков осталось осталось я конечно уточню этот вопрос но сегодня мне его нужно доделывать короче план на сегодня доделываем зимний дом сто процентов дальше некуда отступать доделываем крестики в этом доме и хотя бы делаем бэкстич вот тут это тоже будет кусок времени огромный кусок на вот этой тележке ты тоже из этого же буклета нужно сделать также бэк вот я здесь еще я здесь еще держу эти три коробочки с бисером купленные мной заранее спасибо тебе я в прошлом что ты купила нам этот прекрасный матовый бисер мне почему-то захотелось вот именно матовый мне показалось что блестящий там или какой-то глянцевый снег это как-то будет не совсем и я не могу с вами не поделиться уже я вам солью всю информацию в первый день я говорила в предыдущей вышивальной неделе что я хочу вернуться к своему долгострою до долгострою который у меня повышевался немножко в 2018 году у меня сейчас кстати под рукой даже лежит мой блокнот вышивальный который уже заканчивается я сейчас попробую отмотать на 2018 год и найти где же я начинала этот процесс надеюсь что это все таки было именно в 2018 в общем сейчас найду и покажу вам его прямо прямо сейчас прямо сегодня же потому что вот я не знаю почему лежал лежал и мне безумно захотелось его воскресить хотя ничего не предвещало но вот как-то возникло у меня такое желание так что сейчас под насобираю информацию почему-то не бросается мне так сразу в глаза и покажу вам что это будет за процесс и так в эфире рубрика ты не поверишь не 2018 2018 у меня датировалась видео единственная которая выходила по этому процессу но на самом деле 2017 год ему 5 лет да 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 платье от торговой марки кулирова красное домотканное полотно два цвета мулина dmc вот так вот оно будет выглядеть в перспективе и вот так оно у меня выглядит сейчас ой какое все яркое вы видите что у меня на данный момент вышито мне по этому платью сделали перенабор я очень кстати благодарна торговой марки кулирова которая даже спустя пять лет после того как я начала это платье они мне прислали схему в pdf бумажная она здесь есть но она кстати на таких каких-то нестандартных листах покажу вам потом в общем у меня есть перенабор я знаю что у меня вышито 700 крестиков казалось бы вот этот небольшой участок это 700 крестиков она у меня все пять лет вот так вот натянутая и простояла да 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 это рукав я достала кстати вот так вот будет выглядеть схема вся всего в ней больше тридцати пяти тысяч крестиков вот так и здесь судя по всему вышивается в трините я вот так вот на это смотрю и я вижу что здесь таки да трините здесь нанесенный рисунок но нанесен так бледненько короче буду возвращаться к этому процессу не знаю что что меня так к нему влечет но что-то влечет спустя пять лет и раз влечет то нужно наверное вышивать но это будет у меня такой процесс как бы это странно не звучало это у меня будет такой процесс вознаграждения если я сегодня справлюсь вот тем вот всем что я вам до этого понарассказывала так что убираем сейчас платье как его сюда прикрепила вот убираем платье пока и занимаемся бисером и параллельно крестиками в магните я думаю что я буду действительно делать это параллельно чуть-чуть по пришивала бисера чуть-чуть повышевала крестиков в общем должна у меня быть такая продуктивная неделя я думаю тьфу 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 я надеюсь что ничего не помешает совершению этих планов сейчас конечно ничего нельзя планировать у нас каждый день воздушные тревоги то и по нескольку штук и чаще всего по нескольку штук за весь период с 24 февраля у нас в киеве я вчера вспоминала дней когда у нас не было сирен этих дней наверно было штуки четыре максимум пять это не факт то есть у нас вот стабильно сирены каждый день и мы кстати есть такой счетчик мы приближаемся к четырем сотням что-то 380 что-то там сигналов воздушные тревоги и я уже слышала своей жизни так что все равно конечно ничего нельзя особо планировать ни в чем нельзя быть уверенным но пока есть возможность будем стараться какие-то планы в жизнь воплощать так что если вам интересно как у меня пройдет эта неделя а мне интересно самой потому что очень много я всего себе тут захотела так что если вам интересно оставайтесь со мной ну что шесть часов вечера это конечно было увлекательное приключение но вот так сейчас выглядит моя работа вот он мой снежок у меня ушло две коробки полностью и одна ну где-то не знаю наверное она может быть третья или четвертая часть в общем не меньше трех коробок надо брать внутри коробочки как раз то что нужно вот все монониткой конечно я успела подутомиться над этого процесса пришивания но по крайней мере на другой стороне вот мы видим прям на просвет могу даже вот так вот развернуться на свет смотрите вот кстати в отдельном видео так бы тоже прикольно было заснять видите никаких протяжечек между бисеринками никаких нигде даже на вот не зашитом фоне ну в общем это тот эффект которого я и добивалась эффект достигнут так пойду чуть-чуть другое поделаю а лучше пойду совмещу курицу и духовку но я довольна вы знаете неожиданно выглядит вот неожиданно но мне кажется что имеет право на существование мне кажется что очень даже симпатично так что одна сегодняшняя миссия готова вот он настал тот момент когда я не буду говорить вам добрый вечер а все почему потому что это же я уже готова признать что такие ночь три ноль ноль ровно да 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 и у меня полностью вышиты крестики на этом процессе кстати вышиты то они вышиты а вот их количество я посмотреть забыла и более того забыла внести в таблицу значит сегодня 868 крестиков я смогла одолеть это последний мой магнит из этого буклета который я хочу вышивать в общем то у меня вышиты я вам не рассказывала это сегодня утром у меня вышиты вот эти два вот этот вот этот вот этот вот этот эту церковь я решила не вышивать вот этот будет в виде картинки вот я подвисаю немножко в общем готова сделать бэкстич и вообще будет красота конечно львиная доля сегодняшнего вышивального дня ушла именно на пришивание бисера это было что-то с чем-то тут я вот ниткой ела и я вообще не знаю вот есть человек у которого эта нитка закончилась у него сцена вечная посмотрите тут вообще огромное какое-то количество полторы тысячи ярдов в общем попришивала конечно сложно было она прозрачная этот лен светлый но ничего справились домик тоже готов и повышевал я сегодня еще бэкстич и выглядит вот так вот моя тележка садовая и я вам скажу я даже не вырезала ее вот это со мной впервые такое чтобы я закончила бэкстич на пластике и тут же не вырезала бы работу у меня вырезание это отдельная страсть но сейчас вот сейчас вот не вырезала настолько хорошо я осознаю что что три часа ночи в общем да я еще поотвечала на все комментарии я смонтировала видео по берегине с музычкой с кусочками вышивки этой картины в убежище в общем прям все там увековечило и осталось только доснять кусочек и все ту программу которую я вам озвучивала утром свою я выполнила конечно у меня там знаете я как в школе нас учили два фиша один в уме или наоборот вот я конечно что-то озвучиваю но что-то у меня еще есть так в голове что еще бы вот это еще бы вот это но это знаете это как ремонт его нельзя закончить его можно только остановить вот так вот меня я я не могу закончить все дела все что я себе там напридумывала мне можно только остановить так что завтра я решила что я сначала повыпускаю все видео по отдельным процессам и потом буду выпускать итоги и планы так что сейчас у меня я еще не порасписывала это было у меня на сегодня но я не успела в общем я порасписываю я думаю что у меня на этой неделе ну практически каждый день будет выходить видео завтра думаю что будем снимать берегиню завтра будет выходить берегиня и завтра надо что-то еще снять чтобы смонтировать вам видео на среду мне так нравится вот этот цветочек вот почему-то он посмотрите какой он прекрасный сейчас люди такие иди спать не ну серьезно посмотрите какой он красивый вот какие округлости наверное после квадратичного бэкстича любым вот таким вот кругляшам начинаешь радоваться здесь кстати вот ну этот это не совсем так вот этот прям красавец что завтра вырежу вернее уже сегодня да ну короче я не помню чтобы вы понимали когда я последний раз ложилась в темноте я каждый день ложусь спать в комнате светло ну что есть то есть все пойду я немножко посплю чтобы завтра снова приступить к чему-нибудь хорошему добрый день у нас уже половина пятого вторника 31 мая я досняла видео по берегине хотя я проснулась и как-то утром был дождь я думаю какой дождь я смотрела прогноз погоды там должно быть солнце а у меня такой есть пунктик я не люблю доснимать финальные кадры для какого-то видео с плохой погодой потому что ну знаете ехали ехали и куда мы приехали то есть хочется как-то чтобы готовая работа была показана в своем самом выигрышном виде в общем распогодилась я только положила берегиню на стол вышло солнце ну просто вот вот как по заказу я досняла видео я его смонтировала сейчас загружу его на канал я сделала фотографии я сняла кусочек видео для магнитов вырезала кстати эту тележечку в общем буду сегодня доделывать бэкстич на последнем магните подобрала ткань под сюжет с леечкой из этого же буклета снова привела в нормальное состояние мой ежедневник потому что я им вот с 24 февраля практически не пользовалась то есть вот вот как-то я все забросила это дело и сейчас мне снова стало неудобно короче снова его воскресила и решила вернуться к вот такому вот процессу да, хотела я повышевать свое платье но вот эти ирисы от лукаса не дают мне покоя потому что у нас сейчас как раз сезон цветения ирисов и более того что-то мне подсказывает что я тут уже его в общем-то пропускаю я хочу вышить хотя бы вот этот вот главный ирис и сфотографировать промежуточные этапы или снять видео ну хотя бы сфотографировать в цветущих ирисах я так на глаз вот как-то абы как обвела в саге эту область вот именно вот этого самого большого цветка и сага мне сообщила что тут еще не дошито 3000 крестиков вот так так что ближайшие дни я думаю буду заниматься этим процессом чтобы к выходным иметь возможность все-таки сфотографировать красиво эту работу не знаю доживут ли ирисы цветущие до выходных но в любом случае попробовать стоит довольна я когда исполняется задуманное возможно сегодня чуть позже сяду буду разрабатывать свои планы на следующий год ой не то на следующий сезон на следующий год она уже замахнулась посмотрите на нее на следующий сезон пока что посмотрим самое интересное что туда войдет это всегда такой творческий процесс потому что кроме того чтобы перелопатить ту корзинку в которой у меня лежат непосредственно наборы мне еще нужно залезть в список моих планов на год и также мне нужно залезть в мои авторские схемы посмотреть что у меня там возможно новенького появилось что стоило бы вышить летом какая-то такая история так что приступаем к ирису доброй ночи снова такие снова не вечер а именно ночь 3.30 по-моему еще больше ночи чем была вчера плюс 900 крестиков на моем ирисе и плюс немножко бэкстича на моем домике он уже прорисовывается но еще конечно не не до конца готов на вот этом большем домике я еще выполнила не весь бэкстич кроме этого и кроме смонтированного видео я еще смонтировала видео по зимнему дому завтра нужно будет доснять для него финальный кусочек и нужно будет завтра о страху ужас собирать конфету от golden key я в своих лучших традициях дотянула до последнего дня я сегодня себе все расписала завтра среда соответственно в четверг я сниму либо итоги либо планы в пятницу соответственно тоже либо итоги либо планы это такие большие достаточно такие трудозатратные видео с чем-то еще их объединять не стоит поэтому завтра мне нужно снять финал зимнего дома и сборку конфеты что-то у меня за окном мигает и очень меня напрягает даже не уверена что я хочу знать что там мигает в общем чтобы там не мигало надо ложиться спать потому что вот эти вот сборки это наверное это самая моя нелюбимая съемочная рубрика честно вам скажу мне многие пишут что очень любят мои вот эти вот видео по каким-то объяснение по каким-то опять же процессам сборки сшивки чего-то что я понятно доходчиво объясняю да я стараюсь объяснять так чтобы вот прям до мельчащих каких-то деталей чтобы вообще никаких уже не было вопросов но я очень не люблю собирать честно вот я бы с радостью вышивала и вручала бы кому-то у кого руки растут из правильного места чтобы мне это все пособирал потому что у меня это если происходит удачно то путем таких пропо ошибок что ай-яй-яй но что-то не вижу я очередь из людей которые соберут за меня конфету так что походу то завтра придется заниматься этим мне так что пойду-ка я набираться сил перед этим сомнительным мероприятием и увидимся с вами завтра доброй ночи 3.11 я вот вы знаете сегодня подумала что помните я в той неделе передвигала в саге вышивальные сутки для статистики смещала их на 4 часа и я когда это делала думала ну 4 конечно перебор вот я по моему что-то себе сделала вот этим сдвигом на 4 часа знаете как будто бы получила какое-то такое разрешение вышивать до 4 я конечно шучу но на самом деле как-то так и получается в общем сегодня у нас позади первый день лета сегодня был первый день лета температурой он отличился было около 30 градусов под вечер у нас вообще было какое-то безудержное веселье потому что у нас после захода солнца совпали два события одно казалось бы очень естественное но на фоне второго абсолютно неестественного первое очень сильно напугало у нас была воздушная тревога но и днем была то ли одна то ли две но вот эти которые по вечерам это всегда такая особая жесть и была воздушная тревога под Киевом сбили ракету крылатую которая летела на Киев и на фоне вот этого всего еще были по всей стране воздушные тревоги начались в небе какие-то странные вспышки причем разного цвета без никакого звукового сопровождения люди перепугались люди начали куда-то там быстро постить и у нас что-то и у нас что-то какие-то вспышки непонятно что в общем потом оказалось что есть такое природное явление зорница я прочитала называется это молнии без грома и причем они еще бывают в зависимости от чего-то там каких-то тоже облаков каких-то атмосферных явлений они бывают разного цвета что в общем и было выглядит это очень не очень хочу я вам сказать особенно на фоне сбитой под Киевом ракеты и воздушной тревоги по всей стране вот неудачное совпадение вот вообще неудачное да это конечно было что-то но давайте к вышивальному вышивальному плане я сегодня потрудилась на славу утро у меня началось с досъемок видео по зимнему дому я досняла видео смонтировала пофотографировала выложила в инстаграм там еще на комментарии поотвечала короче вообще потом я занялась о да о да сборкой конфеты и конфета у меня как видите собрана не сказать что это было прям легко и просто но я собрала я разобралась она у меня должна была выходить в том же самом видео что и бантик тоже от этой же фирмы golden key но я решила что пока этот бантик вышлю у меня просили сборку конфеты в общем решила я выложить и я думаю что вы это видео уже видели но вот такое вот интересное изделие здравствуйте вот такое вот интересное изделие у меня получилось потом я монтировала это я монтировала видео по новогоднему сэмплеру но его еще нужно будет завтра кусочек финальный доснять я оказываю короче у меня видео по новогоднему сэмплеру съемки его длились полгода первые кусочки это начало декабря и вот последний кусочек будет досниматься в начале июня вот так вот да как подумаешь сколько всего случилось за это время аж не по себе в общем когда когда я села за монтаж всего этого добра я довышивала свой домик последний магнит от Dimensions из буклета Gardeners Delight который я собираюсь вышивать я там не вышила всего один который мне нравился меньше всего так что вот такой вот у меня мой финальный домик я его конечно же вырезала уже и вот такая вот у меня получилась красота и я думаю что кстати пришло время оформлять все это дело я не уверена что у меня есть фетр одинаковые на все ну в общем надо да наверное такого количества одинакового цвета фетра у меня нет плохо было бы наверное посетить магазин ну ладно я подумаю об этом завтра так же на тысячу крестиков прирос мой ирис и вот предыдущие минут сорок я расписывала свои итоги за зиму и за весну то видео которое я буду снимать завтра тоже конечно порасписывала повспоминала это все что как что вышивалось как что планировалось во что в итоге превратилось и так далее и тому подобное и вы знаете что к моему большому удивлению кстати в ирисах в ирисе у меня сейчас сорок процентов уже работы вышито вот так вот и вы знаете что я обнаружила с большим удивлением я всегда когда подвожу итоги сезона я расписываю отдельно маленькие работы то есть я в видео всегда показываю сначала маленькие работы потом большие и в конце я показываю также те процессы которые не были закончены но вышивались кто-то не показывает я знаю то есть кто-то показывает в итогах только готовые работы я для себя считаю что это не совсем как это сказать не совсем адекватно это не то слово ну как бы да это не совсем адекватно для именно вполне репрезентативно потому что не вполне адекватно для статистики да какой-то для полноценного взгляда на какой-то вышивальный период потому что вы же все равно тратили на эту работу время а если у вас там какая-то картина на 400 тысяч крестиков а вы за сезон вышили 100 тысяч ну предположим мало ли ну как ну да картина не закончена ну как можно не показать вышитые 100 тысяч крестиков ну то есть все равно оно же тратилось время силы там большой участок который можно показать то есть я всегда в конце показываю также и процессы которые вышивались за это время насколько они продвинулись в каком они сейчас состоянии даже если они не закончены и когда я расписала уже вот эти все маленькие работы большие работы больших кстати у меня получилось целых шесть штук одна из которых прям очень большая в общем и после этого всего я думаю так надо записать те процессы которые у меня вот за зиму и за весну вышивались но не до вышивались и это всего два процесса я просто в шоке у меня абсолютное ощущение что у меня сто семьдесят восемь процессов что я ими жонглирую просто как не знаю что артист цирковой господи спать таки надо иногда а получается у меня вот сейчас в процессе было всего две работы это вот ирисы от лукаса и это сэмплер украины сэмплер от антонины и все то есть больше у меня начатых но незаконченных процессов нет нет ну именно за вот зиму и весну сейчас конечно летом подключится красное платье и маленькие а нет не спойлер вы уже видели это видео я все время забываю что у меня каждый день видео выходит да это я хочу вернуться к своим калибри к своим калибри от дименшин сколько можно у меня там уже нормальная адекватная схема перенабор которую мне делала Нина на заказ поэтому там вышиваю просто в свое удовольствие ни в чем себе не отказываю какая-то такая история я сегодня даже нитки разобрала от зимнего дома прямо вот нитки перемотала на бобинки но не перемотанных ниток на бобинки у меня целая коробка я взяла коробку и просто поскладывала туда все органайзоры которые у меня с ней разобранными нитками мс и вот очень было бы хорошо если бы я каждый день оттуда хотя бы один органайзер и перематывала нитки на бобинки это просто было бы шикарно потому что у меня там К моему стыду не перемотаны еще даже нитки, я молчу, что от юноны, у меня там еще от ведьминого огорода, понимаете, который я вышивала осенью, у меня там еще нитки не перемотаны с органайзера, надо этим заняться, потому что если я буду вышивать авторские схемы, то понятно, нитки нужны, а они у меня там, на органайзерах, короче, надо будет этим заняться. В общем, какая-то такая история, продуктивная у меня, конечно, такая получается неделя, очень радует, что пришло тепло, я сегодня, наверное, первый день буду спать в этом году с открытым окном, правда, в этом всем есть огромный минус, такой жирный, вот жирнющий, просто как слон. Если будет ночью тревога, процент вероятности, ну такой прям, 50 на 50, у меня будет инфаркт. Вот серьезно. В полной тишине я себе представляю этот звук, и мне это не нравится, но как бы лето впереди. Кстати, на даче у нас слышно гораздо меньше, практически не слышно, видно, мы очень далеко от ближайшего какого-то высотного здания, на котором установлена эта система и оповещение. И слышно, когда ты на улице прям стоишь еще, и когда тихо, и попутный ветер, то есть тут вот прям все должно совпасть. То есть там вероятность того, что ты услышишь тревогу минимальная. Здесь дома, конечно, полный эффект присутствия, такое ощущение, что у тебя орет прямо на духу. Оно, конечно, с одной стороны вроде хорошо, оно же так и должно быть, оно же для этого задумано. Но, с другой стороны, конечно, звук пробирающий просто до содрогания всех внутренностей. Ну, опять же, он, очевидно, таким и разрабатывался, чтобы быть настолько мерзким, чтобы прям не было того человека, который бы его не услышал. В общем, сегодня день у меня был очень-очень продуктивный. Завтра доснимаем новогодний сэмблер. Завтра снимаем итоги за два сезона. За два сезона. Я не говорила вам раньше в этом видео за два месяца. За два сезона. Первый раз у меня такое, и надеюсь, что последний. Но отдельно зиму и весну я снимать не хотела. Не из каких-то соображений, что в каком-то видео будет меньше работы, в каком-то больше. А исключительно из тех соображений, что те работы, те большие работы, которые у меня закончились вот-вот, они должны были закончиться зимой. И я хочу, чтобы это было всё в одном видео. Я понимаю, что это, ну как бы, по большому счёту, брать вообще не принципиально, казалось бы, ничего не изменит. Но вот мне так хочется. Я хочу, чтобы было видео, в котором будут написаны итоги зимы, и там были все эти картины. Ну какой-то такой маленький, безобидный, но отчаянный порыв чуть-чуть прикоснуться к нормальной жизни. На сегодня всё. Я думаю, что мне завтра, во-первых, мне нужно будет ирис хорошо повышевать, в идеале дошить. Вот вообще-то надо было бы его дошить, вот этот большой. И мне завтра надо будет подготовить ткань на мою леечку из этого же буклета Dimensions, но который, сюжет этот будет на ткани, я уже выбрала ткань. Там у меня линда такая очень красивая. Я выбирала максимально похожую ткань к пластиковой конве, на которой вышиты вот эти вот все. Я выбирала из своих запасов максимально похожие, потому что не хотелось что-то покупать, заказывать. Ну какой смысл? В общем, я подобрала из своих тканей. И надо будет завтра подготовить, потому что, скорее всего, я на дачу возьму, если мы поедем именно этот процесс. Всё, выговорилась. Как-то так у меня сегодня прошёл день. Ну, хорошо, насыщенно, прям как, знаете, в старые добрые времена, но, конечно, времена сейчас совсем не те. Увидимся с вами завтра, не знаю, или тоже вечером, или как-то ещё среди дня. Мне ещё, кстати, надо будет завтра сфотографировать мою конфету. Вот. Я вот сижу, рассказываю вам тут, её кручу, перебираю в руках. Ну, симпатично, симпатично. Ещё бы бантик вышить. Вообще было бы шикарно. Доброй ночи в очередной раз. 3.38. Всё становится только хуже и хуже, как мы можем наблюдать. Видимся мы с вами опять среди ночи. У меня сегодня был какой-то абсолютно безумный день, чего я сегодня только не делала, где я сегодня только не была. С утра я доснимала видео по новогоднему сэмплеру. Оно уже вышло. Сегодня же я снимала итоги. За зиму, за весну. И вроде бы всё шло хорошо. Я досняла. Была очень довольна. До момента, когда приступила к монтажу. И поняла, что я на таком эмоциональном пике была в конце этого видео, когда показывала Берегиню. Что абсолютно забыла, что видео моё как раз таки, то, что я рассказывала вам вчера, должно состоять из трёх частей. Миниатюрки, большие работы и процессы, которые вышивались, но не закончились. Вот их-то я и забыла. И завтра с утра мне придётся доснимать этот кусок и каким-то образом его туда лепить. Понятно, что оно будет вот как зайцу стоп-сигнал. Оно будет ни к селу, ни к городу, потому что логической цепочки, логического перехода нет. Но я хочу его туда прилепить, потому что вышивались у меня эти два процесса, стартовали у меня эти два процесса весной, поэтому буду завтра доснимать и буду как-то лепить. Уж знаете, как прилепится, так прилепится. Ну, в общем, как прилепилось, вы уже знаете. Плюс тысяча крестиков в моём ирисе. И я очень-очень сильно надеюсь, что вот эти вот незашитые участки у меня завтра зашьются. Очень-очень надеюсь. И даже есть ещё такая тайная мечта немножко бэкстича на нём сделать. Так что красивая фотография. Если ирисы ещё не отцвели, вполне может у меня случиться. Так, что я сегодня ещё снимала? В общем, занималась монтажом видео с итогами, кучу картинок там надо было повставлять. Вот уже буквально только что я закончила составлять свои планы на лето. Сделала два коллажа. Напланировала я там что-то больших работ. Огромное количество. Я понимаю, что за лето они все вышиты и не будут. Я там посчитала общее количество крестиков, только больших. Ну, короче, там до конца года у меня работы. Только из планов на лето. Но в любом случае, не вышью так поначинаю. Поэтому я подумываю про неделю стартов. У нас сегодня под вечер была гроза. Прямо вот гроза-гроза. Не так, как вчера. Просто вот эти вот молнии без грома. А прям с раскатами грома, с жутким ливнем. Огромный спектр незабываемых эмоций. И ты сидишь, ты себя убеждаешь. Это просто гром. Успокойся, истеричка. Это просто гром. Но все равно ощущения очень-очень неприятные. И не только у меня одной. Там люди тоже писали в интернете, что давайте оно уже, пожалуйста, прекратится. И даже там в каких-то новостных группах выкладывали. Ну, сейчас, если я найду, где это было. Так, много видео этих всяких молний. Тоже картинка. Тревоги нет. Это просто гроза. Выходи из коридора. И вот как только это все началось, вышла новость. Вот прям на полном серьезе. Новость. Вот после серьезных новостей вышла новость, что в Киеве слышны такие звуки. Добавлено в видео. Видны вспышки. Не беспокойтесь. Это не взрывы, не авиация. Это гром. То есть люди реально... Многим людям просто даже не пришло в голову, что это просто гром. Как бы это дико и по-дурацки не звучало, но вот так вот. Вот так вот. До чего мы дошли за три месяца. Вернее, не мы дошли, а нас довели. Надеюсь, что, конечно, это на всю жизнь не останется. Не останутся эти впечатления. И также я сегодня пообщалась с двумя моими зрительницами. Обеих зовут Виктория. Одна Виктория. Это моя зрительница, которая написала мне и передала, говорит, нужно остатки набора Dimensions. Я говорю, нужно. Почему? Почему же не нужно, когда нужно? Мне нитки Dimensions никогда не лишние. Надо, кстати, закончить с разбором моих ниток Dimensions. И смотрите, что у меня появилось. Вот такой вот был дизайн. Мне, кстати, никогда особо не обращала на него внимания. Но он такой очень симпатичный. Это Dimensions вот 35295. И вот у меня тут ниточки, ниточки. Все это я обязательно разберу. Спасибо огромное. Все это пойдет в мои запасы. И также у меня появился еще вот такой вот наборчик. Здесь заготовка и фоамиран или фетроинструкция от волшебной страны. Спасибо большое еще раз. И вторая Виктория. Это тоже моя зрительница. Она сама из Харькова. И она мне написала вчера, по-моему, и сказала, что она с сыном эвакуировалась из Харькова. И нет ли у меня каких-то остатков от наборов, которые я могла бы ей передать, потому что она ничего с собой не взяла. И я так подумала, у меня остатков наборов в принципе нет. То есть я большую часть разбираю сразу на нитки, если там DMC или Dimensions. несколько лет назад как раз в это время то, что у меня было с остатками, мы отвезли в детский дом. Поэтому у меня так вот с остатками ничего не лежит. Но я вспомнила, что у меня есть такая стопочка наборов, которую я отобрала, которые у меня есть, но которые я не буду вышивать. Новые наборы и вот они у меня лежали вот этой стопочкой. И я их пофотографировала, я говорю, остатков нет, но есть вот новые наборы, там большинство вообще не распечатаны, не тронуты. Если хотите, то выбирайте. Она выбрала два набора, и я пошла сегодня на почту это все отправила. Кстати, сегодня была жара, у нас было 30 градусов, это так странно вообще. В общем, к чему я это все рассказываю, у меня есть еще несколько наборов, если вы в такой же ситуации, если вы уехали, не взяли с собой вышивку, понятное дело, что я знаю по собственному опыту, что при сборке тревожного чемоданчика вышивка это не то, что последнее, что приходит в голову, иногда вообще не приходит. Я свой тревожный чемоданчик собирала дважды, ну, вернее, вот прямо утром под звуки взрывов, там вообще вышивка не играла, никакой роли ее там не было, и второй раз через, наверное, неделю или две я все это пересобрала, потому что напихала я, конечно, там, в порыве туда много ненужного, а нужного не напихала, и тогда уже несколько наборов у меня туда попали. Так что я это прекрасно понимаю отсутствие наборов в сумке, поэтому если вы попали в такую же ситуацию, можете мне написать в инстаграм, у меня сейчас там в директе просто происходит много чего, мне там разгребать и разгребать, когда у меня уже несколько дней не доходят руки, а когда несколько дней не доходят руки, там просто уже там надо сидеть часа три, но я верю, что до понедельника, когда выйдет это видео, я разгребу, я верю, что я справлюсь, поэтому если у вас похожая ситуация, можете мне написать, я сброшу вам фотки, я уже пофотографировала эти все наборы, их не так много, там их не 50 штук, их там наверное штук 10, в общем можете мне написать, если вы в Украине, если у вас есть где новой почтой получить, потому что укрпочта, по-моему, мое отделение еще не работает, вот такая вот у меня информация, все, что хотела сказать важного вам выдала, пойду немножко ради интереса посплю в 3.49, я уже слышу пение птиц за окном, но завтра я думаю мои вот эти вот ежедневные съемки, они у меня уже завтра заканчиваются, все, у меня по-моему 7-8 8 дней подряд у меня будет выходить видео, я считаю, что пора закругляться с такой чистотой, мне там люди пишут, что не успевают пересматривать, ну извините, да, у меня то густо, то пусто, но вот я подумываю про неделю стартов, потому что в том году это действительно мне понравилась эта история, потому что все большие процессы они уже были начаты, они были организованы и не получилось так, что запланировала там 5 штук, из которых одну один набор вышел полностью, а 4 запакованных лежат, а как-то все понемножку продвигается, поэтому наверное все-таки старты будут, ну давайте все потихоньку, все по очереди, явно я думаю это будет не следующая неделя, может быть через неделю, как раз на следующей неделе подготовлюсь и поначинаю, а на сегодня у меня все, не думала я, что я так долго буду делать эти коллажи, но поделала, да, осталось только распечатать, я не распечатывала, потому что у меня принтер грохочет так, когда печатает, как будто бы он хочет уйти из квартиры, как будто бы ему надоело со мной жить, поэтому я, пожалуй, сделаю это и завтра с утра, так что вот такой вот сегодня был насыщенный день, набегалась, много чего сделала, мне сегодня еще немножко поделала дурные работы, мне там надо было сделать один документ, я его искала, искала, причем не только я одна, вот это как в сказке, дед бил, не разбил, баба бил, не разбила, короче, все искали, никто не нашел, я его сделала заново, а потом нашла, вот просто в такие моменты думаешь, ну, ну, что же, как-то так, ничего, бывает, чтобы это была наша самая большая проблема, так, на этом точно все, пойду пару часов посплю, досниму завтра видео про итоги, я не знаю, как у меня это получилось, причем у меня это все было расписано, вот чтобы вы понимали, у меня прям на листочке было написано, на листочке написать, понимаете, это ж полдела, то, что написанное на листочке еще читать надо, а вот с этим, очевидно, на этом этапе я и споткнулась, да, но радует, что планы снимать легче, чем итоги, поэтому надеюсь, что я завтра справлюсь с этим быстрее, и мне еще удастся повышевать мой ирис, красиво, конечно, получается, вообще мне очень нравится, я даже думаю, как бы мне на дачу утащить с собой его, но я не знаю, как там крепить снапы, это только тащить вместе со станком, станок у меня, конечно, складывается достаточно компактно, ну, короче, подумаю об этом завтра, а пока что под звонкое педе птиц и встающее солнышко пойду немного отдохну, добрый день, у нас с вами пятница, третье июня, сижу я, крашусь, и тут мне захотелось расписать себе неделю стартов, я сняла сегодня с утра видео про досняла планы, сняла итоги, наоборот, досняла итоги, сняла планы, забыла показать, главное, коллажи распечатала с утра, вот так вот выглядят у меня миниатюрки, вот так вот выглядят большие работы, и таки хочу я делать неделю стартов, наверное, через неделю, вот на следующей неделе подготовлюсь, все организую и будем стартовать, но я поняла, короче, мне нужно семь процессов, и я поняла, что у меня их тут всего не начат, их семь, получается, а ну-ка, может, тут будет получше видно, в общем, значит, этот процесс у меня начат, этот тоже начат, и этот начат, и этот начат, значит, что у нас остается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот этот вот я хочу начинать позже, где-то в июле, короче, их семь и есть, так что все эти семь процессов будут у меня, я надеюсь, стартовать через две недели, а на следующей неделе буду готовиться, тут нужно просто распаковать, снять обзор, погладить ткани и сделать органайзер, здесь нитки старые американской комплектации надо постирать, проверить и тоже сделать органайзер, в калибре надо подобрать нитки, посмотреть, что там, тоже сделать органайзер, тут я вообще молчу, тут у меня будет, я вчера сидела, считала, выписывала себе, бумажка, иди сюда, значит, здесь будет 52 чистых цвета, так, как я это считала, 20, походу, 22 бленда плюс 52 чистых, итого 74 значка, короче, значка в этом процессе, и надо будет, соответственно, тоже делать органайзеры, тут у меня практически все готово, тут тоже надо будет делать органайзеры, тут, может, и без органайзера обойдусь, посмотрим, посмотрим, небольшая работа, в общем, буду на следующей неделе заниматься вот такой вот организацией, но сейчас себе это все распишу по дням и вообще уже пора, пора уже выходить из дома, допивать кофе и начинать какие-то телодвижения, я вчера легла в пол шестого, встала сегодня гораздо раньше, чем планировала, мне начали телефонными звонками поднимать, у нас еще сегодня было две тревоги, одна из которых прямо во время съемок видео и только был отбой, через три минуты новая тревога, неприятненькая, но, слава богу, ничем плохим это не закончилось, в общем, сейчас порасписываю, как же я люблю планировать, ни одного крестика я еще сегодня не сделала, поэтому едут у меня ирисы на дачу вместе со станком, да, 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 сейчас буду его складывать и и паковать в сумочку. Добрый день! Ну, что такое? Добрый день субботы, 4 июня, и да, я таки смогла сделать фотографию, что ты трешься, горячая женщина, у нас кошка спала только что, в кустике и вылезла, в общем, да, я смогла сфотографировать свой ирис, даже уже немножко после этого навышивала, мне очень нравится, как получилось, кстати, помните, я говорила вам вчера, что бэкстич, я еще хочу успеть на нем сделать, а вы знаете, как жизнь повернулась, оказалось, что на нем бэкстича не предполагается, то есть, вообще, бэкстич будет, но на вот самом этом цветке, вот этом в самом крупном нет, там нет бэкстича, в общем, красота получается, мне очень нравится, и, конечно, я довольна, что я успела это все запечатлеть, у нас тут вот такая история, я, если честно, больше на вот эти вот ирисы делала ставку, но потом оказалось, что вот с такими тоже очень красиво, ну, конечно же, самое красивое, что у нас есть на этом участке, это ты, да, кошечка, ты тоже считаешь, что ты самая красивая, что здесь есть, ну, конечно, конечно, просто, какой ты голову засунула, просто бесспорно, бесспорно, ты вообще вне конкуренции, малыш пушистый комочек коробненький сижу я вышиваю 756 крестиков у меня уже позади, но правда уже и 8 часов вечера и вы знаете, что случилось, вышло видео у Виты, Вита Кростич, я настолько люблю смотреть ее видео, вот там, ну, вот, все по мне, хотя работы у нас очень редко совпадают, она очень любит большие вышивать, всякие работы, многоцветки, но, вот, как видите, не только, но мне настолько нравится ее смотреть, у нее вот такой вот в хорошем, в самом хорошем смысле это слово, такой педантичный подход, вот она все, она составит табличку, она все посчитает, она все туда внесет, она вот все по полочкам разложит, все настолько четко, настолько понятно, ну, вот, вот, просто сказка, и сегодня у Виты вышло первое видео за долгое время, вот, середина февраля, и я очень-очень рада, что наши рукодельницы потихонечку возвращаются в это дело, вот, я сейчас, видите, я только 22 минуты посмотрела, у меня еще целый час впереди, и, честно, я не знаю, как так совпало, но я сегодня про Виту вспоминала, а как я, мы с ней тоже не переписывались уже очень давно, как раз-таки вот с первых дней войны, я ей там писала первые дни, в общем, знаете, как я вспомнила, по аналогии как раз-таки с многоцветками, несколько дней назад моя зрительница Екатерина подарила мне, знаете, что, я думаю, вы уже догадались, да, в общем, вот, у меня теперь есть вот такая вот схема, это многоцветка, автор ее Оксана Степанчук, я еще не находила, у нее вроде есть на Facebook страница, надо найти, надо посмотреть, какие там еще есть схемы, в общем, тут, по-моему, больше ста цветов, а ну-ка, эть, эть, так, сто, сто два цвета, еще бленды, ну, кстати, по размеру она не такая большая будет, 47,6 на 35,7, это, как мы, ну, сорок, у меня берегиня как раз-таки 45 или 46, что-то такое, конечно, красота просто невероятная, страшненько, потому что кроме большого количества цветов, ну, как, сто, сто два, это не так много, потому что у меня в берегине было 68 чистых, еще 20 там с чем-то блендов, там больше 90 значков было, но тут здесь блендов будет много, короче, я не знаю, как я справлюсь, Вита меня вдохновляет, я понимаю, что шансы есть, не большие, но есть, и, конечно, уже не в этом году, но я бы очень хотела вышить эту работу, но она просто потрясающая, просто потрясающая, кстати, интересно, по 67 тысяч, ну, вот как раз работа мне на следующий год, в этом году мне, наверное, хватит две больших работы, ну, в смысле, одна это берегиня, а вторая это как раз вот, вы уже видели в видеопланах, да, водяная мельница, но, конечно, это, ай-яй-яй, какая красота, я бы очень хотела в себя такую иметь, и надеюсь, что я смогу это вышить, очень-очень сильно на это надеюсь, утро, утро, воскресенье, 5 июня, вот как сейчас выглядит моя работа, навышевала я вчера нормально, больше тысячи крестиков у меня получилось, я стараюсь как-то передвигаться по тому полю, которое у меня есть сейчас в снапах, правда, вот тут можно было бы походить еще вниз, там где-то вот вверх можно было бы полезть, но снапы не позволяют, поэтому приходится нитку крепить, ну в общем это мой второй опыт вышивки работы на снапах, я пока что пытаюсь как-то к ним привыкнуть, но в принципе нравится, утро сегодня мягко говоря такое себе, у меня сегодня абсолютное ощущение, что сегодня снова 24 февраля, мы на даче, я говорила еще в самом начале войны, что у нас дача не в самом таком прям благоприятном месте, хоть и в черте Киева, и кто-то мне там писал, ой, я что там, что там, не забыла, такое неблагоприятное место, все там мол нормально, нормально, ну кроме того, что сюда несколько прилетов было на соседние улицы, и мы приехали, я не рассказывала кстати об этом, у нас все вещи, которые стояли на шкафах, лежали на полу, то есть очевидно, когда были эти прилеты, оно все попадало, но сегодня, конечно, это просто, это просто что-то, я сплю около окна на втором этаже, у нас второй этаж, ну вот, просто дерево, я не знаю, какие-то панели какого-то ДВП или чего-то обшитого пенопластом, то есть, ну, тоненькая, тоненькая, несуществующая конструкция, исключительно для лета, то есть, никакой даже ни кирпич там, ничего, и я просыпаюсь в 6 утра от взрывов, просто как 24 февраля, я опять легла в 4, точно так же, как тогда, встала, встала, проснулась в 6, я слышу какие-то взрывы, они вроде где-то, ну, хорошо слышно, но не прям где-то очень близко, я сначала вообще подумала, машина, а потом еще один, еще один, еще один, я понимаю, что это не машина, я за телефон, там во всех группах пишут в Киеве взрывы, в Киеве взрывы, еще несколько таких тихих, и потом один за одним очень громкие взрывы, начали дрожать стены, я сижу в кровати с этим телефоном, где-то с разницей, наверное, в секунду 15, вот эти вот взрывы один за другим, бежать смысла некуда, никакого и некуда, в общем, вот эти одна за одним, эти несколько взрывов, и под дом трясется, стекла трясутся, и потом у нас прямо над домом пролетела ракета, прямо над домом, с жутким свистом, такое в моей жизни впервые, выстрелы слышали, прилеты слышали, пулеметные очереди слышали, с ракетой премьера, и я вам могу сказать, что она идет первая в моем личном рейтинге, потому что ну то, как это страшно, я вам даже не могу описать, в общем, как потом оказалось, три предыдущие взрыва, вот этих самых громких, это были прилеты, и вот четвертая, которая прилетела над нами, тоже прилетела, уже прошло, сколько, уже половина второго, это было в 6 утра, я до сих пор не могу успокоиться, меня до сих пор трясет, а мне сегодня еще вышло видео о планах на на лето, открылась с автоматическим открыванием с утра, я такая думаю, да, тут, мягко говоря, попробую что-то запланирую, в общем, напугалась я, конечно, знатно, вот, вот ощущение, реально, как 24 февраля, от этого, какого-то такого страха, что вот реально кровь в жилах стынет, я прям понимаю все вот эти выражения, не зря их люди попридумывали, в общем, мы сегодня уезжаем, и честно сказать, я, я прям не знаю, как летом жить на даче, хотя понятно, ну, какова вероятность, да, с апреля, с апреля Киев не бомбили, но вот, добрый вечер, я диспетчер, снова взялись за свое, да, ну, короче, надо как-то приходить в себя, я себе сделала огромную чашку кофе, и пошла во все тяжкие, вот с этим, надеюсь, поможет, пара-па-па-па, да, я, я не знаю, честно, я не знаю, что делать, тем не менее, соседка по даче, я ее пишу, она говорит, первая, про кого я подумала, это ты, потому что у меня же первый раз такое, а над ней же летали, вот все, вот с начала войны, она здесь живет на постоянке, и над ней летали ракеты постоянно, но это для нее как бы не в новинку, я не представляю себя, как это больше одного раза пережить, ну, короче, это, это очень страшно, я теперь знаю, с каким звуком у тебя над головой пролетает ракета, съездили на уикенд, ладно, пойду я спасаться нашим с вами лучшим, успокоительным вышивкой, и я думаю, что увидимся с вами уже дома, у меня прям, знаете, мне вот хочется добраться до дома и прям вот что-то начать, хочется какое-то, мне срочно нужно какое-то вливание положительных эмоций, честно вам сказать, была одна маленькая, 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 секундочка, когда у меня промелькнула одна такая маленькая, маленькая мысль, что не приехала ли я в конечный пункт назначения, но слава богу, живем дальше, вышиваем и съедаем вот тот вот пончик. Добрый вечер, я добралась до дома, помните, я показывала вам чуть ранее этот набор, и вот верь или не верь, теперь в какие-то знаки судьбы, в общем, тадам, как вам такое, как вам такой поворот событий, это же надо, я только когда приехала домой, поняла, что где-то я это уже видела, такая вот у меня тут красота, это еще все будет распускаться, это мне нарезала соседка из своего сада, сегодня встречались, она меня выхаживала после всего произошедшего, но главное, я потом встретилась еще со своей соседкой, с которой мы тут дома в подвале ночевали, моей такой подвальной единомышленницей, она говорит, не, ничего не было слышно, в центре вообще ничего не было слышно, и такая понятно, что ж тут непонятного, все понятно, в общем, я начинаю понемножку отходить, я могу с уверенностью утверждать, что к такому я готова не была, но вот теперь и такой жизненный опыт есть, надо понимать, что это возможно, что возможно это не последний раз такое происходит, поэтому, ну, конечно, да, я сейчас таки буду как-то проводить себе реанимационные действия с помощью вышивки, и вы знаете, мне кажется, что в этом плане мне сейчас хорошо поможет как раз таки мое красное платье, да, в понедельник я вам его показывала, и вот в воскресенье вечером мне кажется таки дойдут у меня руки сделать на нем первые крестики с 2017 года. Вот такая вот была неделя, неделя насыщенная, местами даже слишком, не хотелось бы заканчивать на какой-то такой неприятной ноте, но как бы все живы значит наверное все-таки нота приятная. Будем на следующей неделе готовиться к неделе стартов, как бы там ни было. Надеюсь, что все-таки удастся мне ее сделать, я себе уже расписала там все это дело по дням, и потихоньку, ой, я с дачи муравья привезла. Здравствуй, друг! Что теперь с тобой делать? В общем, я буду потихонечку с завтрашнего дня готовиться. Наверное, в порядке вот очередности, как я собираюсь эти наборы и схемы начинать, хотя мне там подавторские схемы надо будет посмотреть, все ли у меня есть нитки, надо будет возможно заказать. Кстати, я еще не поразгребала директно до сегодня, этим заняться в инстаграм, но частично разгребла, но не все. В общем, вот такая вот какая-то была у меня странная неделя. Надеюсь, что следующая неделя будет и у меня, и у вас без подобных приключений. На этом все. Спасибо всем огромное за внимание, удачи вам, творческих успехов, берегите себя. Пока!